Сорю, небесный, утешителю души истины, И житель, с детцы, и вся исполняй, Сотровище, плавивый, жизни, полнателю, И житель, с детцы, и вся исполняй, И спаси блажен, души истины, Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача «Дорога к храму» и с вами ее ведущий священник Михаил Попов. Традиционно в начале нашей передачи мы переходим к рубрике новостей видновского благочиния. 12 июля Православная Церковь отмечает праздник святых апостолов Петра и Павла. Во всех храмах видновского благочиния прошли праздничные литургии. Съемочная группа телеканала «Видное ТВ» побывала в Никольском храме села Ермолина, где пощтить память святых апостолов пришли прихожане со всей округи. Я пришла первый раз причастить ребенка после крещения. И хорошо, что получился сегодня праздник в этот день. Вторая Павла. Такие разные. Разными путями они пришли к Богу и стали истинным оплотом веры христианской. Апостол Петр с самого начала был верным учеником Спасителя. Трижды отрекался от него, но раскаившись, был прощен. Апостол Павел вначале был наоборот врагом Христовым. Он не верил в него, считал лжепророком, а потому был ярым гонителем христиан. Но встретившись лицом к лицу с Иисусом Христом, Павел стал совершенно другим человеком. Одним из самых великих и преданных проповедников Христового учения. И в один день, объединенный делом служения и вере, они приняли мученическую смерть. Память святых апостолов Петра и Павла, первоверховных апостолов, это образ как человеческого падения, так и человеческого раскаяния и усердного служения Богу. И людям. Почитая в этот день память первоверховных апостолов, Православная Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла. Воспевает в них образ согрешающих и исправляющихся. На Видновской земле за последние годы появилось много новых православных храмов. Есть среди них и уникальные. А исключительно он тем, что носит имя древнегреческой святой великомученицы Марины. 30 июля, в день ее памяти, состоялось Великое освящение новой церкви. 30 июля, день памяти великомученицы Марины, именно ее именем назван храм в поселке Битца, выдался теплым и в меру дождливым. На Великое освящение храма прибыл архиепископ Можайский Григорий. Чудо-чудо. Маленькое, в принципе, это благочиние. Половина отошла еще к городу Москвы недавно и часть храмов туда. И тут чуть не каждую неделю новые храмы освящают. Храм на века, на века, и люди будут вспоминать. И писать об этом будут. И в житие войдет. И, ну, как говорят, в историю храма. Божественную литургию в новом храме, как уже говорилось выше, совершил архиепископ Можайский Григорий. Его преосвященство сослужили благочинные церковных округов московской епархии и духовенство видновского благочиния. Храм в поселке Битца видновского благочиния носит имя великомучинцы Марины Антиохийской, одной из многочисленных жертв гонений на христиан в Римской империи. Она считается ранее христианской святой. Это ангел-хранитель мой. Я думаю, что в нашем благочине открылся еще один храм для прихожан. Это очень большое событие для всех православных верующих. Таких храмов в России практически нет, Марины. И очень радостно, что такая обитель, еще одна святая, появилась у нас на нашей территории. Дочку зовут Марина, и мы решили всей семьей приехать с внуками в этот храм. Помолиться святой Марине, чтобы она помолилась не только за нашу семью, а за всю Россию. Большая радость. Вы представляете, такой храм красивый. Здесь благодать. Уже, представляете, особенно сейчас Григорий приехал. И будет такая благодать и красота. Мы очень рады. И все жители довольны, что здесь построен храм. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, здесь, на месте нового храма, в 2013 году был установлен поклонный крест. И уже в 2014 в храме была совершена первая божественная литургия. Приятно было замечено и владыкой, архиепископом Можайским Григорием, о том, что Винновская земля буквально является таким первостроительным по храмам. Конечно, я за всех поздравляю с таким замечательным праздником. Все-таки новое святое место во благо одного, во благо добра и жизни на земле. Храм Великомученицы Марины в поселке Битца Винновского благочиния возведен по инициативе местных жителей и при их финансовом участии. Людмила Медведева, Владимир Адрианов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. 11 августа православные верующие отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца. Одного из самых почитаемых святых. В годы правления Екатерины II праздник Рождества Николая Чудотворца упразднили. Но в 2004 году по благословению Патриарха Московской Всеруси Алексея II начали праздновать вновь. В честь святителя Николая в России возведены тысячи храмов, в их числе и церковь в селе Ермолино, где и побывала съемочная группа телеканала Видное ТВ. Более 350 лет на этом месте в селе Ермолино стоит Никольский храм. Сначала он был деревянным, а в начале XIX века построили уже кирпичный. Здесь хранится множество святынь и, конечно, чудотворный образ святителя Николая, которого почитали на Руси, начиная с IX века. С именем этого святого связано множество удивительных чудес и исцелений. И по сей день православные верующие обращаются к нему за помощью. В нашем храме есть также чудотворный образ святителя Николая, в котором мы совершаем молитву. Все верующие люди, как жители города Видного, так и гости, приезжающие из Москвы и из других городов, молятся перед этим образом, к нему прикладываются и очень часто получают и просимое, и исцеление. Известно, что традиция чтить память Рождества Николая Чудотворца существовала еще в XIII веке, а в XVII праздник упразднили. И только в 2004 году по благословению патриарха Московской всей Руси Алексия II Рождество святителя Николая начали отмечать вновь. Господу помолимся, родцем всем! Но престольный праздник богослужения в храме отличается особой торжественностью и благолепием. Обязательно совершается крестный ход чтением отрывка из священного писания и окроплением верующих в святой водой. Мы часто приходим в этот храм, это наш любимый храм, и стараемся приходить, где бы мы ни были, первым делом возвращаемся в этот храм. Откуда бы ни мы приехали, вот только из отпуска вернулась и сразу сюда. В нашей стране Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых. В этом году впервые за 930 лет из итальянского города Бари привезли в Россию мощи святителя Николая. Поклониться им в храм Христа Спасителя пришли сотни тысяч верующих. Несколько раз из своей семьи удалось посетить святыню и Анне Синицыной. Чувство, как будто рядом с вами присутствует святой. То есть не просто мощь, а вот он стоит, и, можно сказать, погладил тебя по головушке, и ты вышел, засияло солнышко, но не где-то на небе, да, вот у тебя в душе. Традиционно после Рождества святителя Николая Чудотворца у православных наступает Успенский пост, который начнется в понедельник, 14 августа, и продлится две недели. Ирина Бокова, Владимир Андрианов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Традиционно в августе православная церковь празднует три Спаса – медовый, яблочный и ореховый. По случаю праздника преображения Господня, или, как говорят в народе, яблочного Спаса, в Ростововском парке прошли праздничные мероприятия, каких раньше еще не было. Грандиозный по своим масштабам праздник ожидал жителей и гостей города. Огромное количество интерактивных площадок, выступлений диджея, множество игровых зон и мастер-классов для детей, развлекательное шоу клоуна Алекса, широкая концертная программа и дегустация яблок. Вот неполный список того, что можно было увидеть в Ростововском парке. Подготовка к яблочному Спасу шла две недели, работа кипела ежедневно. В парке уже неоднократно проходили подобные мероприятия, поэтому никаких технических и организационных проблем не возникло. У нас очень хорошие площадки, очень хорошие малоархитектурные формы. Здесь комфортно и удобно, поэтому добро пожаловать к нам в парке. С праздником с яблочным Спасом. Преображение Господня – один из любимейших праздников православных христиан. В народе его называют яблочным Спасом и отмечают 19 августа. Название связано с тем, что к преображению люди собирали урожай яблок и несли в церковь светить. К празднику преображения именно было приурочено сбору урожая яблок. И, соответственно, в этот день, в этот праздник, для православной церкви – это один из 12 самых главных праздников, начатки, то есть первые плоды этого урожая приносили в храм для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что Господь дал вот этот новый урожай и одновременно осветить. И после чего уже все с радостью и благодарением вкушали эти плоды. Помимо сбора урожая, к празднику приурочили долгожданное открытие бювета с видновской артезианской водой. Глубина скважины, откуда добывается вода, около 200 метров. Провели открытие бювета, водозаборный узел рядом с пожарной частью в городе Видное. Вода артезианская из-за подземного источника, очищенная, то есть в бювете происходит очистка воды. Пришел посмотреть на дары видновской земли и поделиться своим опытом садовод глава района Олег Хромов. Я садовод-любитель, вот стою рядом с селекцией нашего научного института садоводства и вижу, какое количество сортов яблок вообще бывает. У меня в саду произрастает 8 сортов яблок, и в этом году только 4 дают плоды. Также глава муниципалитета принял участие в приготовлении яблочного варенья. Вот, кстати, и первый вопрос, который я хотел бы задать. Как кто-нибудь из вас когда-нибудь варил варенье? Да, не единожды. Олег Владимирович, поподробнее об этом. Ну, больше всего я варил варенье из клубники, из малины, из сливы, лычи, то, что росло у бабушки. Много необычного было на празднике. Например, можно было совершить небольшой ритуал – загадать желание и оставить маленькое яблочко возле огромного красного яблока. Или приобрести оригинальный съедобный букет, который можно подарить кому-нибудь из родных на день рождения, юбилей или использовать как букет невесты. Мы делаем вкусный букет и занимаемся фруктово-овочной флористикой. И в честь яблочного спаса мы решили собрать букет из красных яблок. И также у нас есть прекрасная фотозона, тоже в яблочном стиле. Все воспринимают яблочный спас по-своему, но для каждого это светлый и радостный праздник, который дарит людям улыбки, атмосферу лета и тепла. Яблочный спас – это традиционный русский праздник, на котором собираются люди, делятся вкусными явствами. Это лето, это яблоки. И очень знаменательно, что этот праздник проходит именно в Расторгуевском парке. Как раньше, в давние времена, когда здесь устраивались музыкальные вечера, танцевальные. Потом это время прошло и потихонечку стало тише, тише, тише. Но сегодня я смотрю и у меня сердце радуется, как здесь хорошо и весело и здорово. И пусть этот год не особо богат на урожай яблок, праздник запомнится всем его участникам. Алексей Митронин, Владимир Андрянов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 28 августа Православная Церковь отмечает один из 12 главных праздников в году – Успение Престой Богородицы. В этот день христиане воспоминают о смерти Девы Марии, ее вознесении к Богу. В Успенском храме города Видное состоялась праздничная божественная литургия. Ведь это для храма еще и престольный праздник. В Успенском храме города Видное многолюдно. Сегодня, в День Успения Пресвятой Богородицы, здесь отмечают престольный праздник. В глазах людей радость. Провождая чистую душу Богоневесты, благоговейным страхом, как Царицы Небесные, ангелов взывали – радуйся, благодатная, Господь с тобой. Для православных людей смерть – это не окончание жизни, а освобождение души от грехов, воскрешение, очищение. Поэтому Успение – это действительно праздник. Дева Мария молилась о том, чтобы она поскорее увидела своего сына и была все время возле него. Ее молитвы были услышаны, и однажды она была вознесена на небо. Она ушла в мир к своему сыну, к Господу, и с этого момента она покровительствует над всеми нами сверху и помогает нам по жизни. После Пасхи, после воскресения Христова, это еще раз радостное напоминание всем верующим людям о том, что Господь наш победил смерть. О том, что смерть – это всего лишь временное явление разлучения души с телом, несмотря на то, что каждому из нас предстоит умереть, однако предстоит и быть воскрешенными Богом. После окончания Божественной Литургии каждый желающий смог причаститься, попросить прощения за совершенные грехи, ощутить себя частью большой Божьей благодати. Причащается раб Божьей во исцеление души. Далее прихожане и служители храма прошли крестным ходом вокруг церкви, прославляя Бога и спрашивая у Него милости и благодати. ПОЕТ Это шикарный праздник, которого мы ждали очень долго, потому что это наша любимая церковь. Мы ходим в нее, и церковь называется Успение Пресвятой Богородицы. Мы часто здесь бываем, а сегодня тем более престол здесь. По сложившейся традиции, после службы каждого прихожанина угостили вкусным мороженым. Татьяна Брылова, Владимир Андреянов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Дорогие друзья, в рубрике нашей передачи «Из первых уст» сегодня у нас гость регент Успенского храма, орденов Игорь Александрович. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте, добрый день. Игорь Александрович, тема нашей сегодняшней передачи посвящена церковному пению. Я хотел бы, если есть возможность, чтобы вы представились перед телезрителем и рассказали немножко о своем творческом прошлом и о настоящем. Мой творческий путь достаточно был извилист. От попсовой музыки, рок до классической музыки, оперного репертуара и уже сейчас чисто церковной музыки. И в прошлом я был первый солист роковой группы НРГ, потом солист Московской областной филармонии, работа по заграницам, работа, в частности, в Японии полугодовая, затем лауреат международного патриотического конкурса «Вальс Победы», работа в хорах Минина и Полянского, и вот на сегодняшний день моя работа связана с церковью целиком. То, что связано с церковью, я знаю, что у вас есть такое певческое церковное образование, вы закончили такие специальные курсы, где изучали знаменное пение, историю церковного пения. Точнее, это будет сказать, певческо-рединские курсы, да. И вот там я получил потрясающее знание о истории нашего пения, устав, ну и все, что с этим сопряжено. Можно как специалисту по пению, тем более церковному, не могли бы вкратце нам рассказать об истории церковного пения? Да, конечно. Ну, церковное пение, как исторически сложившееся наследие христианской культуры многовековой, несет в себе огромный пласт материалов для изучения. А поскольку мы стесняны в ненужном времени, Ну да, в рамках нашей передачи. То, конечно, мы будем действовать по принципу краткости стра таланта. Вначале было слово, и слово было Бог. Вот так и человеку было дадено слово, даден дар владения словом, потому что слово само по себе, оно самое естественное, самый простой и в то же время самый благородный вид или способ общения с Богом, принесения ему молитв. В связи с грехопадением, всем известно, человека, и с последующим искажением ситуации в целом, человек проявлял свое отношение к Богу посредством плача. Потому что здесь была заложена и тоска по утраченному блаженству, единению с Господом в раю, да. И, конечно же, глубокая и горячая надежда на то, что когда-то все-таки это изменится, и человек вернется к Творцу. Говоря о пении церковном как таковом, наверное, было бы правильным немножко обратиться к древней иудейской традиции религии, культуре, и разделить эту тему на два этапа. Первый этап – это Ветхозаветный, и второй этап – это Новозаветный этап, основанный самим Спасителем Иисусом Христом. То есть даже есть такая замечательная цитата из Евангелия «Воспев из Идоши на гору Илеонскую». Ну, в Ветхом Завете мы видим что? Видим царя Давида, который с гуслями славословил Господа в своих псалмах. Видим Соломона, при котором было организовано четыре хора по 72 человека в каждом хоре, и они вещали на четыре стороны света, плюс сводный оркестр музыкантов. Это было потрясающе незабываемое зрелище. Видим еще древние гимны Моисея, пророков различных, Аввакума, Анны, пророчицы. То есть от начала времен, да? Да, конечно. И что касается Новозаветной пения, здесь тоже первые христиане, они, конечно, обладали под руками, под рукой у них был материал, вот как раз псалмы Давида, песни духовные, вот, и, значит, и гимны Моисея. И далее, конечно, идет развитие, после некоторого стихийного исполнения, идет развитие, значит, и Византийской империи. То есть это проходит целый сон замечательных светочей духовной жизни и культуры от Игнатия Богоносца до вершины Осмогласия. Яна Дамаскина. Яна Дамаскина, да, Яна Дамаскина. Собственно говоря, и далее это все предрешило пение на Руси, потому что Русь как бы переняла православный восток и все пение перешло, конечно, к нам. А какие существуют виды церковного пения? Есть партестное, вот сейчас возрождается знаменное пение. Не могли бы вы более рассказать подробно о них? Да, конечно. Знаменный распев, распев, точнее, он пришел к нам как раз из Византии, это X век. Как вот только Русь приняла крещение, вот она и получила замечательные преференции в виде знаменного распева. Это распев замечательный, он глубочайший, он, конечно же, полностью отражает вот духовную жизнь древнего человека русского, и он имеет подвиды, такие как кондокарный распев, к сожалению, он был утерян. То есть не дошел до этого. Не дошел, да. В перепереходе Руси со Студийского на Иерусалимский устав он был просто, к сожалению, утерян. Далее идет Столповой напев, там это идет цикл, недельный цикл Актоиха, Асмогласия. Дальше идет Путевой распев и, как завершающий, демественный. Демество в переводе с греческого – это деместик, это руководитель хора, он же и солист. Но демественное пение добралось к нам в виде торжественных, особых мелизматических песнопений, которые используются у старобрядцев при архиерейских службах. А про протестное пение могли бы рассказать? Протестное пение Колыбель его – это роскошная венецианская школа итальянских мастеров многогласового пения. Это братья Андреа и Джованни. Вот забыл фамилию. Ну, неважно. Вот они создали эту венецианскую школу, очень красивую, искрометную. Она перешла в Польшу. Там были свои теоретики, видные музыканты, такие как Мальчевский, Горчицкий и так далее. Они это переработали и передали уже сюда, нам, на Русь. А кто и когда у нас воспринял это все? Это были реформы патриарха Никона. Ему очень нравилось. Он очень тяготел к протестному пению. И при его реформах, при его бытности, при царе Алексея Михайловича, безусловно. Это сначала все исполнялось очень ярко на западных окраинах Руси, а потом это перешло в Москве. А какие основные стили сейчас сохранились в церковной пении? Смотрите, тысячелетие Руси, тысячелетнее пение, скажем так, церковное, происходили многие изменения. И в итоге это сформировалось в виде трех стилей. Первый стиль – это пение кафедральных соборов. Это достаточно торжественное, неторопливое, протяжное, с непременным участием огромного количества хоров. Человек там, да, количество человек. Далее это идет пение более скромное, более, ну, скажем, интимное, связанное с небольшими храмами провинциальными. И там как бы вот это убранство храма провинциального и пение обиходное, они должны быть как бы слитны, похожи, то есть соотноситься друг к другу. И, наконец, монастырское пение. То есть там наиболее в лучшей форме как раз и сохранилось вот это вот знаменное пение и его видах различных. В начале нашей передачи вы рассказали о своем творческом прошлом, анонсировали себя как музыкант, как творческий человек. А могли бы вы сказать, в чем главный смысл, в чем разница между церковным пением и мирским пением, классическим, роком, народным пением? Ну, вы знаете, вот все, что мы говорили про богослужебное пение, различные виды, и протестное, и непротестное, и так далее, и знаменное, они все предопределены одному – служению Богу. То есть у них есть общее, единое начало, служение Богу. Что касается музыки светской, мирской, джаз, этнос, народные песни всевозможные, рок, поп-музыка, она, безусловно, красивая, потому что для интереса можно сказать, что родоначальник музыкальных инструментов – это Иоал, сын Каина. Ну вот, понимаете, еще даже пометуя, вспомнив слова мученика Юстина, который сказал, что негоже восхвалять Господа бездушными инструментами музыкальных. Но она же вызывает все-таки большие эмоции, радости, может, и печали даже вызывать. Безусловно, эта музыка вызывает все возможные эмоции, но только там нет Бога. То есть все направлено и настроено на воплощение и реализацию страстей человеческих. Вот она будет только это, и Господь там совершенно ни при чем. Вот в этом, наверное, и различие особенно. Спасибо, Игорь Александрович, за столь увлекательную беседу. Дорогие друзья, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был регент Успенского храма орденов Игоря Александровича, и тема нашей беседы была посвящена церковному пению. Благодарим, Игорь Александрович, вас, что вы пришли к нам в студию. Всего вам доброго, до свидания. Сегодня в нашей постоянной рубрике «История одного храма» мы расскажем о Свято-Троицком приходе, расположенном в поселке Измайлово. В Видновском благочине этот храм один из самых древних. Церковь была заложена еще в 1692 году. За более чем трех с лишним веков существования она претерпела множество страданий, но храм выжил, и сейчас он не только место богослужения, но и источник духовной и благотворительной жизни. На месте Троицкого храма в поселке Измайлово в 1692 году была заложена и в 1994 освящена деревянная церковь Иваном Леонтьевым, окольничем царского двора. Она простояла более 40 лет. При новом хозяине этих мест, а им стал граф Михаил Григорьевич Головкин, церковь сгорела. В 1736 году тайный советник Головкин по благословению Святейшего Синода возводит каменную во имя живначальной Троицы. Церковь построена по проекту графа и представляет собой памятник зодчества 2-3-18 века. До наших дней она дошла практически в неизмененном виде. Вплоть до революционных событий 17-го года 20-го столетия храм служил православной вере. В нем велась и большая просветительская деятельность. Черной страницей жизни Троицкого храма в поселке Измайлово стал 1930 год, когда он, уже разоренный и разграбленный, был закрыт. Во время закрытия церковь подверглась настоящему погрому. Верующие пытались спасти оставшиеся иконы. Одну из них сохранила жительница поселка Битца. Более 40 лет пролежала на чердаке эта икона. Мы ее называем икона Божьей Матери Безымянная. Почему? Потому что этот образ, единственный образ, который сохранился из этого храма, дошел до наших дней. Мы отреставрировали немножко, сделали вот такой вот киот, и тоже очень ее любим и почитаем. Чудным образом появилась в храме и икона Тихвинской Божьей Матери. Один человек пришел и сказал, ну я бы вот хотел отрока покрести, семилетнюю икону пожертвовать. Приехал, привез своего отрока, которого мы покрестили, привез вот этот образ чудной иконы. Согласно преданию, Тихвинская икона, на которой изображен лик Божьей Матери и Бога Младенца, была написана при жизни Богородицы, Евангелистом Лукой. Тихвинской иконе Идрюле молились матери, она является покровительницей Младенца. Человек, пожертвовавший храму эту святыню, неспроста привез ее в день крещения своего сына. Так получилось, что это было воскресенье, и это было 9 июля, вот год не помню, потому что 94-й, скорее всего, да. И мы потом уже задним числом посмотрели, а вот они нам привезли эту икону день в день, ее празднование, понимаете. Ну и как постепенно-постепенно стали чтить ее, вот читать Акафисты и ходить с ней крестным ходом. Большой образ Тихвинской иконы Божьей Матери стал покровителем храма и чтимой святыней. Образ, который тоже нам пожертвовали. Пророк Илья, вы знаете, он живым был взят на небо и явится перед вторым пришествием нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому образ тоже мы чтим, всегда молимся в день памяти пророка Ильи. Есть в храме и новописанные иконы. Среди них образ Святой Троицы. Престольный лик его находится на алтарной преграде. Этому благолепию, которое сейчас присутствует в храме, предшествовали долгие годы борьбы за возрождение. Как уже говорилось выше, храм был закрыт в 1930 году, и в нем чего только не размещалось – и овощехранилище, и общежитие с радиоузлом. А затем храм был отдан Институту физики земли. Более 25 лет ученые работали в помещении церкви. Все изменилось в годы перестройки. По указу правительства Московской области и распоряжению администрации Ленинского района церковное здание было передано верующим, но Институт своих позиций не сдавал. В 1992 году суда меня зимой на нечаянную радость Матери Божией по разной иконы привезли сюда. Тогдашний благочинный игумен Тихон, нынешний епископ Владыка Тихон, сдал меня бабушкам, говорит, вот вам, я сказал, и батюшка, он все знает, и, я сказал, вот все. Ну, естественно, что я тогда молодой священник, чего я мог там знать, тем более, конечно, и тогда ни семинарий же ничего не было, никаких учебных заведений. Ну, мы молились там около забора, на территорию храма у нас, даже на территорию, уже говоря, не то, что в храм не пускали. Молебны у храмовых ворот совершались более года, и только в апреле 93-го настоятель и прихожане смогли войти в храм. Здесь находилась лаборатория. Ну, конечно, тут было и перекрытие первого, второго этажа, естественно, ни росписи, ничего не было. После больших реставрационных работ храм Святой Троицы в поселке Измайлова приобрел благолепный вид. Храм особенный, мне сложно сказать, чем. Я живу здесь, может быть, какая-то привычка выработалась, не знаю. Но это лучше из тех, что я видела. На территории храма Святой Троицы разместился крестильный во имя архистратига Михаила, в котором во время ремонта основного здания проходили службы. Он достаточно просторный и удобный для крещения не только детей, но и взрослых. Интересна и небольшая часовинка, где покоится прах Матушки Любови, прихожанки и глубокой молитвенницы, которая последние 9 месяцев из своих 96 лет жила при храме. В 1937 году объявили американской шпионкой. Стали везде таскать, и в Москву приезжали на улицу Горького, там к экстрасенсам, чтобы считать информацию. И говорят, и бить меня били, и морозить. А я ничего не знаю, я только молюсь. И вот такие гонения нам претерпел. И в тюрьме сидел год за веру. С самого начала своего возрождения храм начал активную социальную деятельность. Так в здании бывшего графского дома входящего в архитектурный ансамбль усадьбы графа в советское время располагался детский санаторий. С распадом СССР он перестал работать. Помещение опустело, стала приходить негодность. И тогда общину вместе с настоятелем храма Дмитрием Шпанько решили организовать в этом доме приют для женщин с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Когда уже нам передали это здание в начале 2000-х годов, где в 2000-м году мы подписали договор о безвозвездном пользовании этого здания, и мы начали потихоньку его разбирать. То есть все гнилые части, перекрытие все первого, второго этажа, полностью пришлось все разобрать. То есть осталась одна коробка. Целых 15 лет шло восстановление здания. В 2015-м году первый в Московской епархии православный реабилитационный центр для матерей с детьми принял своих подопечных. У каждой из них была своя драма, вергшая их безысходность. За два года у нас было 23 семьи. Сейчас у нас их шесть. Все девочки, которые были здесь у нас, они или же вернулись к своим родителям, или вернулись к отцу ребенка, или по-разному. Ну, по-разному складываются судьбы. По крайней мере, мы им помогаем. У меня и двоих детишек, Арсения и Владимира. На данный период жизни, пока проживаю здесь, уже как два года, с Божьей помощью и с батюшкиной помощью, живем здесь. Условия здесь хорошие. Не знаю, что будет завтра. Я живу сегодняшним днем. Слава Богу, за это хотят. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, в центре обустроена домовая церковь во имя Тихвинской иконы Божьей Матери, покровительницы младенцев. При храме действует воскресная школа, как детская, так и взрослая. Приход стал инициатором строительства новых храмов в поселках Дубровский и Булатниково. К нему приписан и Казанский храм на территории психо-неурологического интерната в селе Остров. Это произошло на пороге 2006-2007 года. Вот в течение за год, за год, вот, наш приход был родоначальником, устроителем этих трех прекрасных храмов. Много очень было помощников, они были, есть, вот, и надеюсь, что и будут. И, конечно, вот, благодаря общим таким усилиям, трудам удалось, вот, сделать то, что у нас на сегодняшний день мы видим. 25 лет прошло со дня возрождения Троицкого храма в селе Измайлово Винновского благочиния. Многое сделано за это время. Все годы, от полного опустошения до развития и становления, трудился священник Дмитрий Шпанько, настоятель Духовного Центра Булатниковского сельского поселения. Людмила Медведева, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. Все вопросы и пожелания вы можете прислать к нам на электронную почту, адрес которой вы сейчас видите на экране. Пусть покров Царицы Небесной будет всегда с вами, и благословение Божие пребудет на всех вас. Пусть покрова ПЕСНЯ ПЕСНЯ